Привет! С вами Каск. В этом видео вы узнаете, как слегка повести FPS в Cyberpunk 2077, а также избавиться от лагов и фризов. Как вы знаете, вышла новая версия и добавили кучу всего интересного. Поэтому нам с вами нужно будет всё это разобрать. Я уже потестировал и плюс-минус есть что рассказать. Если ролик поможет, буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. Готовьте ваши ручки, ну а мы полетели. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моём бусте. Но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивщик для бусте с твиками, реестрами и максимально жёсткой оптимизацией. А также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. Первое, что мы делаем, залетаем в игру, нажимаем настройки, переходим на игровой процесс. Здесь нас интересует производительность. Если у вас игра лежит на HDD, режим медленного жёсткого диска, мы, конечно же, включаем. Если на SSD, тогда отключаем. Многопоточность AMD. Если есть поддержка SMT, мы можем поставить либо на авто, либо включить. Я выбрал второй вариант. Далее переходим на видео. Вертикальная синхронизация. Я лично отключаю. Максимум кадров в секунду. У меня монитор 144 Гц, я ставлю значение на 1 кадр больше. Всё равно я эти FPS не увижу, но тем не менее. В каких-то подгрузках, в менюшке, чтобы не было 300-500 кадров, лучше поставить всё-таки ограничения. Оконные режимы ставим во весь экран. Разрешение. Оставляем по соотношению к вашему монитору. Но если у вас наблюдаются проблемы с производительностью, мы можем понизить наше разрешение. Допустим, с 2К поставить 1920 на 1080. Плюс, как у некоторых, вроде как кажется, это очевидная вещь. Но далеко не все об этом знают. Допустим, моего кента, он в компах вообще не шарит. Купил себе моник сяоми, 4К разрешение. И он, когда заходит в игру, у него многие игры тормозят. Он не понимал, в чём проблема. Я пришёл, посмотрел и немножко офигел. Потому что все игры запускаются в 4К. Но с помощью простой манипуляции разрешения, превращаем 4К в Full HD, допустим. Да, картинка становится, конечно, очень пиксельная. Но, тем не менее. Если у вас видеокарта не такая мощная, а 4К, тем более от фирмы к сяоми, доступны почти каждому. Они стоят чуть дороже 20 тысяч рублей. И не все понимают, из-за чего такие вот проблемы. Когда до этого на монике старом работало всё хорошо, а тут вдруг почему-то начало тормозить. Низкая задержка NVIDIA Reflex. И я по факту её рекомендую отключить. Даже для более мощных систем, допустим 3060 Ti, 3070 и так далее. Это не онлайн игра и особой отзывчивости игры я лично не вижу смысла. Можете попытаться переубедить. Нажимаем применить. Переходим на графика. Качество текстуры. Если у вас менее 6 гиг видеопамяти, ставим средняя либо низкая. Если более 6, ставим на высокая. Иначе могут быть фризы. Создание кадров DLSS. Ну, у меня 3060 Ti. Естественно, не поддерживается. Поэтому я не могу протестировать. Супер разрешение DLSS. Я выбираю лично на качество. Если у вас плюс-минус такая же самая видеокарта по мощности, даже 3070, можете тоже ставить качество. Если у вас более мощная видеокарта, то в принципе можем и отключить. Если более слабая, то лучший вариант поставить на авто. Если авто слишком сильно мылит картинку, ставьте на баланс, либо производительность. Резкость DLSS. Рекомендую от 70 до 1. Я ставлю на 0.70. Nvidia DLA. Я лично выключаю, потому что кушает FPS. Если у вас видеокарта GTX, либо AMD, тогда включаем AMD FidelityFX Super Resolution. То же самое. В зависимости от мощности мы выбираем пресет. Для 1080Ti можно выставить на качество. Резкость то же самое. От 0.70 до 1. Если более слабая видеокарта 1060, ставим баланс, либо производительность. Угол обзора на FPS тоже влияет. Если вы поставите, допустим, на 70, то на кадров 10 будет больше, чем разница в сотку. Я оставляю на 80. Зернистость, аберрация и глубина резкости отключаем. На FPS влияет около 5-6 кадров. Блики оставляем. Размытие при движении рекомендую тоже отключить. Ну а теперь начинается самое интересное. Расширенные настройки. Большинство параметров на FPS никак не влияют. К тому же некоторые из параметров далеко не со всеми предметами взаимодействуют. Поэтому некоторые из них можно отключать, либо ставить на низкое значение. Покажу первый пресет, на котором лично я играю. И если у вас видеокарта плюс-минус такой же самой мощности, можете поставить, как и у меня. Все оставляем на высокое, кроме качества отражений. Если мы просто его выключим, у вас на кадров 30-40 будет больше. Но если без отражения играть вообще не можете, ставьте либо низкое, либо среднее. Но лучше всего низкое. Все остальное оставляю на самое высокое, только трассировку не включаю. По сути один параметр, который так сильно влияет на FPS. Если у вас видеокарта какая-нибудь 1080, либо 1080Ti, мы ставим следующие значения. Фильтрация 16. Качество объектов для локальных теней. Среднее. Локальные тени. Среднее. Карты теней. Низкое. Каскадные карты теней. Среднее. Разрешение дальних теней. Низкое. Разрешение объемного тумана. Среднее. Объемные облака. Среднее. Динамические декали. Высокое. Качество отражения. Выключаем. Качество рассеивания. Среднее, либо высокое. Рассеянное затенение. То же самое. Среднее, либо высокое. Точность цветопередач. Высокое. Отражение. Низкое, либо среднее. Уровень детализации. Высокое. Плотность толпы. Среднее, либо низкое. По настройкам у нас получается как-то так. Если видеокарта еще слабее, тогда отключаем контактные тени. И параметры по типу затенения мы выключаем. Объемные облака тоже выключаем, как и объемный туман. И нажимаем применить. Если вы играете с трассировкой лучей, тогда абсолютно любые параметры, которые вы здесь будете трогать, бессмысленны. Сейчас вы на своем экране видите пример настроек графики. Допустим, слева у нас настройки самые-самые низкие, но включена трассировка лучей. И справа у нас самые высокие настройки графики. И тоже включена трассировка лучей. Как вы видите, на FPS никак не влияет. Поэтому неважно. Если играете с трассировкой лучей, вы просто ее включаете и получаете какие-то 50-60 FPS на 360 Ti. В таком случае может помочь только DLSS. Можно поставить место качества на баланс, либо производительность. Но для видеокарт RTX 40, естественно, приходит на помощь это кадры DLSS. Конечно, супер крутая штука. И количество кадров у вас повысится просто до небес. Рекомендую пользоваться это must have. Нажимаем применить. И теперь переходим на рабочий стол для небольшой оптимизации нашей системы. После того, как настроили графику в самой игре, мы качаем архив по ссылке и описании. И перекидываем папку на рабочий стол. Эти способы работают как на Windows 10, так и на Windows 11. Просто плюс-минус небольшие отличия. В самом архиве у нас есть три папки. Настройка видеокарты. Очистка и твики реестра. А также приложение MSI Mod и схема питания. Как раз таки с нее и начнем. Если вдруг у тебя уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаешь этот пункт. Если же нет, мы копируем команду. Нажимаем pkm, копировать, pkm на пуск, Windows PowerShell Administrator, да. Нажимаем Ctrl плюс V, у кого десятка, у кого одиннадцатая, просто нажимаем pkm. Далее Enter, закрываем, закрываем. Открываем ярлык схема питания, показа доп. схемы. И ставим галочку на максимальная производительность. Если вдруг нужно будет ее удалить, мы выбираем любую схему питания. Нажимаем настройка схемы. Далее удалить схему и окей. Теперь нам нужно перейти в папку с игрой. У кого игра в стиме, открываете стим, библиотека. У меня сейчас другая версия, не стимовская. Но представим, что это киберпанк. Нажимаем pkm, свойства, установленные файлы и нажимаем обзор. bin, x64, находим приложение киберпанк, нажимаем pkm, свойства, совместимость. Ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран. Далее параметры высокого DPI и ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем окей, применить и окей. Копируем путь к самому приложению, нажимаем ctrl плюс c, закрываем папку. В нашем архиве заходим в аппаратное ускорение и производительность. Если у вас 11 винда, то здесь в фильтрах игра будет уже указана. Если нет, нажимаем обзор, вставляем наш скопированный путь, нажимаем enter. И приложение киберпанк нажимаем добавить. Далее параметры и ставим галочку на высокая производительность. Далее нажимаем изменение стандартных параметров графики. И у кого есть поддержка аппаратного ускорения, мы ее включаем. После всех этих настроек не забудьте сделать перезагрузку вашей системы. Если вы стримите игры, то не включайте эту галочку. Иначе будут тормоза на самом стриме. В моем случае возможно погрешность, но на 2-3 кадра FPS стало больше. К тому же в киберпанке стали более стабильные кадры. Нажимаем ПКМ на пуск, диспетчер, устройств, опускаемся в самый низ и находим системные устройства. Еще раз опускаемся немного вниз и ищем высокоточный таймер событий. Нажимаем ПКМ и отключить устройство. Теперь нам нужно сделать быстренькую настроечку и небольшую оптимизацию нашей видеокарты. Открываем наш архив, папка настройка видеокарты. И здесь у нас есть 3 папки. AMD Radeon, Intel и Nvidia GeForce. Начнем с Nvidia. Первый патпункт. Залетаем на сайт и качаем последнюю версию драйверов. Делаем ее установку и перезагружаем нашу систему. Далее открываем Nvidia Driver Settings и делаем то, что указано у нас здесь на картинках. Если у нас видеокарта от AMD, открываем AMD Radeon. То же самое. Залетаем на сайт и качаем последнюю версию, но уже не рекомендованных драйверов. Делаем установку только. Minimal Install. Перезагружаем нашу систему и запускаем AMD Driver Settings. То же самое. Делаем то, что у нас указано на картинках. Если у нас встроенное графическое ядро от Intel, открываем папку Intel. И здесь у нас есть 2 картинки. Делаем так, как указано на них. Открываем очистка. Делетаем файлс. Продолжить. Выделяем все файлы. Нажимаем Shift, Delete и Да. То, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся в наш архив. Снова открываем Delete Them Files. Выделяем все файлы. Нажимаем Shift, Delete и Да. Ставим галочку и продолжить. То, что не удаляется, снова же нажимаем отмена. Возвращаемся назад. Открываем диск CleanUp. Выбираем диск C. Нажимаем на очистить системные файлы. Снова выбираем диск C. Окей. Ставим везде галочки. И нажимаем ОК. В нашем архиве находим MSI Mod. Нажимаем Pkm. Запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту. Ставим галочку на MSI. И здесь уже по ситуации. Я обычно выбираю High. Но у некоторых работает на... Вы поняли какое слово. Нажимаем Apply и закрываем. Открываем твики Reestra. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем бэкап файлов реестра. Здесь у нас есть в картинках. Все подробно расписано для рукастых. И красиво расписал. Либо же просто с нами бэкапчики. Вдруг чего? Первые два файла реестра. Отключают Xbox DVR. Нажимаем Pkm и открываем. У кого десятка, нажимаем на слияние. Если вдруг нет слияния, просто нажимаем два раза Lkm, либо через Enter. То есть запускаем как обычное приложение. Далее Game DVR 2. То же самое Pkm и открыть. Отзвучилась система Pkm слияния. Сетевой троттлинг мы пропускаем. И системное приоритет тоже Pkm и слияние. В нашем архиве открываем Xbox Game Bar. Сам Xbox мы, конечно же, отключаем. Переходим на игры. Записи. Все, что здесь будет указано, все это ставим на самое минимальное значение. Если вы деактивировали Game DVR, тогда у вас будет так же самое, как и у меня. И игровой режим мы оставляем включенным. И, конечно же, отключаем все фоновые приложения. На десятке это сделать проще простого. Там, по сути, в два клика. На 11 версии винды, уже на самой последней, обновленной, я лично не нашел, как отключить фоновые приложения. Раньше это делалось в приложении. Установленные приложения. Нажимали на троеточие. Здесь изменить. И отключали это приложение, чтобы оно не работало в фоновом режиме. Да, это занимало много времени, потому что нужно было проклацать все это. Ну, практически все. А теперь уже на новой версии никак этого не сделать. Если кто знает, как, можете написать. Но, мне кажется, скорее всего, они эту фишку убрали. После всех этих настроек залетаем в Cyberpunk и наслаждаемся. Если не высоким FPS, то, по крайней мере, стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.